Привет! Меня зовут Кристина, канал Индубай. Сегодня мы снимаем ролик про погоду в мае. Сейчас температура воздуха 35 градусов, вечером она плюс 30. Вообще средняя температура воздуха в Дубае в мае плюс 35. Мы сейчас находимся с вами на пляже Джамира Бич Парк. По моим ощущениям стало жарче, чем в апреле, например, но при этом более ветреная погода. И из-за этого чувствую, что более свежо. И, в принципе, не сказать, что очень сильно жарко. Вполне на пляже вообще хорошо возле воды. Влажность стала немного выше вечерами. Уже можно чувствовать, особенно если вы находитесь в таких местах, как Дубай-Марина или возле фонтана, где вода. Но при этом, опять же скажу, что ветрено. И из-за этого не так сильно чувствуется жара. Но вот это только мои ощущения. Давайте спросим, что думают туристы русские, которые отдыхают в Дубае. И спросим... Здравствуйте! Здравствуйте! Мы из канала Индубай. Знаете ли вы такой канал в интернете? Индубай. Конечно, знаю. Знаете? Конечно. Смотрели видео? Смотрели каналы, смотрели программы все, что можно, что нельзя, где что находится. Очень классно. Какие магазины у вас, какие рынки, какие парки, как доехать на пляж. Все это мы видели. Все посмотрели заранее. То есть подготовленные туристы такие. То есть, конечно, чуть-чуть. Хорошо. Нас как раз интересует... Сейчас записываем видео про погоду в Дубае. И хотели вас спросить, как вам погода в мае. Первый раз ли вы здесь? В Дубае вообще. Мы в первый раз вот здесь и вообще здесь в первый раз. Поэтому, конечно, погода, я считаю, что нормальная. Но считать, если я из Санкт-Петербурга, у нас 20, это уж очень тяжело. Жаркое сыро. То здесь 40, это нормально. То есть вы себя чувствуете комфортно? Я считаю, что да. Можете с чем-то сравнить свои ощущения? По погоде именно комфортно вам? Как жарко, насколько жарко, душно, влажно? Ну, днем я... Мы еще второй день, еще не определились целиком, как там будет. Дальше проходить. Ну, пока нормально. Пока хорошо, комфортно. Для людей со среднего возраста можно отдыхать в мае. Да, уже Бальзаковского далеко. Хорошо, ясно. Что, как вам вообще планируете ли вернуться в Дубай? Понравилось? Когда-то возможно. Вы третий раз. Третий раз. А до этого вы когда были? Была в октябре, была в мае. В октябре, в мае. Сейчас опять в мае. Ой, нет, в апреле, значит. В октябре, в апреле была. И вот теперь в мае. А можете сравнить по месяцам, по году? Вот так мне кажется, что сейчас жарче. Чем в октябре. Или я так постарею, стало тяжелее переносить. Нет, точно жарче. Жарче, да? Можно сказать, да. Сейчас жарче, чем в октябре. Я вот обратила внимание, легче я тогда переносила. Да, потому что не так жарко сейчас, теперь уже там начало зимы. А очень хочется приехать, потому что, ну, для меня вот так, что как будто, если есть рай на земле, то это здесь. Да-да. Почу. Почу. Все, спасибо вам большое. Привет, девчонки. Привет. Мы из канала Дубай, вы знаете такое в интернете? Нет, не слышали. Не слышали? Ну, хорошо, теперь у вас есть возможность лично поучаствовать, посмотрите и будете на письме снимать. Мы сейчас снимаем ролик вам про погоду в Дубае в мае. Скажите, пожалуйста, вы первый раз в Дубае? Первый раз, да. Хорошо. Как вам погода? Как вам солнце, температура, вода? Ваши ощущения? Нам очень нравится. Погода, ну, может быть, чуть жарче, чем хотелось бы, но, в принципе, нормально. Моры теплые. Очень. По молодости все нипочем, и жара, и холод. Я там. Какой здесь отдыхаете в день? Шестой. Шестой. Какие мир защиты нужны для того, чтобы Дубай чувствовать себя комфортно и не обгореть, и чтобы ваш водок прошел приятнее? Что? Зонтик с кремом. Зонтик и крем. Причем, крем надо размазывать нормально, почему-то прям, где она мазана, не загорает, и тут же пошло, где обгорает. То есть первый день активно защитить? Кремом, конечно, нужно мазаться, под зонтиком лежать. Без крема невозможно. Шляпки носить, очки солнечные. Головы напекают, где головные уборы. Да. То есть носим кефки, шляпки, все. Носим. Еще раз повторюсь, мы находимся на Джамира Бич Парке. Это замечательный пляж и парк. Мы хотим вам сказать не только о погоде, но и о замечательных пляжах Дубая. Это одно из самых красивых пляжных мест, одно из моих любимых. Оно находится на Джамира Бич Роуд. Он вход платный, но не такой дорогой. Вход стоит 5 дирхам, а въезд на машине стоит 20 дирхам. Место очень красиво. Помимо пляжа, который можете видеть, есть еще и замечательный парк с огромными газонами, пальмами, с деревьями. Сюда приезжают в выходные местные жители, кто здесь работает, просто на барбекю, да, пожарить мясо, шашлыки, провести время с семьей, с детьми. Они приезжают сюда на целый день. И у них тут такие игры с мечом, и забавы. Некоторые просто даже спят прямо на улице, на газоне. А сейчас давайте вместе пройдемся. Пойдем. Приехав на Джамира Бич Парк, вы можете спокойно арендовать шезлонг, зонтик и даже полотенце. Стоит все, в принципе, не очень больших денег, но за это, в принципе, я живу в парк, потому что здесь хороший сервис. Шезлонг стоит 15 дирхам, зонтик 10, а полотенце всего лишь 5. А теперь давайте проверим, какая вода сейчас в море. По полунице впечатление, но на самом деле она все еще освежающая. Мне кажется, градусов 25, 24-25. Очень приятно, просладно и после полежащих часик на солнце вода действительно освежает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как будто не уезжали из России. Мы уже и с Ташкентом, и с Алматой познакомились, и с Бешкеком, и с Киркестаном. Нас тут так запугали, что мы ехали с таким этим чутом. У нас-то там 31 градус мы уезжали в Татарстане, а здесь мы думали просто пекло. Стоит море. Нет, море. Нет, дело в том, что возле отеля выйдешь вот так вот, да, из отеля выйдешь. И говорят, чтобы успеть только пролететь вот прям вот этот маленький промежуточек, метров 5-6, да, вот именно от отеля до такси или чего-нибудь, потому что как на расплеленной сковороде, как ешь лица поджарить. Вообще прекрасная погода, вообще теплая, мягкая. Вот стереотип, правда? Неправда. Неправда. Неправда, да. Потому что вот, когда говорят, и нас готовили уже к тому, что будет очень-очень-очень, и еще раз очень жарко будет. Ну, мы уже вообще, крема берите там, это то-се. Вообще просто чувствуется, вот, ну, чувствуется, как дома. Вот просто то, что... вода изумительная. Не просто изумительная, такая просто... Я такой голубизны, бирюзовости, такой вообще никогда не видела. Чистоты, прозрачности. Вот вообще цвет моря совсем другой, да. И вообще... Ну, а температура... Ну, вообще, я как в ванной купаюсь. Как по вашим ощущениям, вот, воздух, температура воздуха? Что чувствуете? Вот, знаете, она комфортная. Она комфортная. Вот нет такой изнуряющей. У нас, вот, например, если плюс 31, у нас вот, у нас-то так станет, да, то вот на пляже буквально через 5-10 минут просто вот так вот мозги расплываются, и уже головные боли начинают. Все, да. Уже не хочет не лежать, ничего. А здесь это просто вот... Ну, я нужно лететь на 3 часа, и я бы еще, наверное... Ну, говорят, что, может быть, что-нибудь изгорим, но пока нет ничего. А вы используете какие-то средства защиты? Я нет. Нет, я нет. Лично я нет. А вы какой день здесь находите? Мы второй день. Мы вчера прилетели. Я бы вам что-то посоветовала. Нет, нет, нет. Мы, во-первых, это... И тенечки, и все, да. Ну, я, например, я сама по себе советую, например, советую, да, если очень... Я очень голокожая. Я тут же через 5 минут красею и обугливаюсь, да, вообще просто... Нет, нет, просто вот я... И я просто перед тем, как ехать, вот, два сеанса солярий приняла, потому что за горлёк, и на него вообще всегда легче, уже обгорелось, и такой не будет. Ну, кремомет. То есть ваш совет, перед тем, как ехать в Дубай, сходить в солярий? Да, чуть-чуть. Белокожей, да, вот именно здесь есть такой, да, совет, потому что это действительно работает, потому что белокожим здесь... Это сразу краснота, это сразу вот пузырями покрывается, но есть вот смуглые люди, на них как-то сразу покрасит, молодёщий день. Вот у вас вот, ну, вы уж молодёжь, это вообще уж, вы без, без, вне конкуренции, как говорят. Меня зовут Сагана, мы здесь находимся, где-то пятый день, вот, ну, походу, в принципе, наверное, только сегодня, немного получше. То есть, до дня, был сильный ветер, и нам было некомфортно. Было ветрено? Да. Хорошо, вы первый раз дубай? Да. Первый раз. Сегодня пятый день, да, поездки? Хорошо, а как вы ощущаете по температуре? Комфортно вам? Жарко, влажно? Как? Жарко. Жарко? Ну, я думаю, что все едут сюда ради того, чтобы погреться на солнце, поэтому жара не особо не страшит. А почему? И с колбой, Калмыкия. А, Калмыкия, это республика? Это республика Калмыкия, юг России. А, так у вас тоже не так холодно? Ну, в данный момент 35 градусов. То есть, 35 вы поменяли на другие, 35 только с морем? Да. Все понятно. Скажите, пожалуйста, как вам погода в Дубае? Как ваши ощущения? Нравится, нравится, что вы ощущаете? Ощущения приятные, особенно после нашей Родины. Очень жарко. Мы только первый день, сложно сказать. Вроде бы ребенку комфортно, как мне кажется. Вода теплая, можно купаться, без проблем. Главное, в временах я буду защищать. И не боясь, да. И главное, костюмы одеть ребенку. Как вы сами защищаете ребенка? Что используете для? Крем. Кремов, да? Кремов, да? Большим фактором. Кремов, костюм. Да, костюмы для ребенка. Я смотрю, костюмы для ребенка. Это костюм от солнца? Еще у нас есть гидрокостюм. О, все, ну чтобы... На купальне, да. Ну и панамка. Обязательно. А сами, как защищаете, что вы делаете? Я никак не люблю. Жена очень любит загорать, а я весь Кремов. Весь Кремов. Все понятно. Мы прогулялись по пляжу, поговорили с туристами. Еще раз напомню, мы находимся в фирмировых парках. И на любом пляже здесь, в Дубае, вы можете встретить детские развлечения на воде. В частности, здесь есть вот такой водный парк аттракционов, можно сказать, горки для детей. Стоит это всего 25 дирхам. Время не ограничено, так как дети долго не могут развлекаться на таких горках активно. Поэтому 25 дирхам платите и, пожалуйста, ваш ребенок доволен. И мы, в общем-то, вместе с ним тоже. Молодежи в Дубае тоже есть чем заняться. Прямо за моей спиной вы видите забор и за ним находится кайт-пляж. Это там, где люди приезжают со всего Дубая, чтобы попытаться на кайтах. И так как все, погода становится все более ветреной, это отличная возможность для кайтеров получать настоящие удовольствия. Вчера я была на этом пляже и было очень много кайтеров, потому что вчера была пятница, у всех был выходной. Соответственно, все приехали сюда и весь горизонт был просто парус, там, хвост, как люди, которые катались. Подпрыгивали они прям достаточно высокую высоту, 2-3 метра. я думала, что это самое классное развлечение в данный период времени, потому что ветрено. Ну что, мы с вами пришлись по пляжу, сейчас мы находимся в парке, да, то есть Джумера Пич Парк это как два места в одном, это и зеленый парк с пальмами и пляж, соответственно. Все это находится в одном месте. Сейчас мы с вами находимся в парке, здесь кафе, рестораны, вы можете спокойно там купить сок, покушать, отдохнуть в тени. Замечательное место, на самом деле, это одно из моих любимых мест, я люблю сюда приходить по выходным, потому что помимо пляжа здесь есть парк, можно прогуляться просто, да, устроить барбекю, пожарить мясо, расстелить плед на траве. Конечно, в пятницу здесь немножко большое скопление народу, но вот мы сегодня в субботу и сегодня очень хорошо. Также на пляже, на этом пляже, Джумера Пич Парк есть женские дни, они два раза в неделю, когда вход может, возможно, только женщинам. Это сделано для того, чтобы местные арабские женщины могли спокойно и свободно приходить на пляж и загорать. Я сама была здесь женский день и действительно это проверяют. По авиаку постоянно курсирует полиция, женская полиция, естественно, на джипах и проверяют, чтобы не было мужчин. Ну и, соответственно, на входе в любая машина, которая заезжает, и кто заходит, тоже проверяют на мужчин, то есть мужчин сюда не пускают. С вами была Кристина, специально для канала INDUBAI. Если вам понравилось, ставьте лайк, если не понравилось, ставьте дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Все. С вами была Кристина, специально для канала INDUBAI. Если вам понравилось, ставьте лайк, если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, но если не понравилось, Блин, не знаю что